всем привет спасибо что заглянули я сегодня не успела вообще сесть еще снимать как тут наш пушистый гость улегся так что давайте немножко поболтаем первое что я хотела сказать это то что я всегда забываю говорить если у вас тормозит видео на ю тубе то вы можете перейти под по ссылочке в описании мой телеграм-канал я там дублирую видео загружаю их можно посмотреть без проблем и в ближайшее время куда-либо еще переходить я не планирую потому что за на мне как-то вообще не по душе не лежит у меня к нему душа арту я тоже недавно ну точнее как недавно у меня там аккаунт существует примерно года два или три наверное уже и я недавно зашла посмотреть что там вообще происходит попробовала пооткрывать старые видео по загружать новые мне показалось что все ок все нормально в целом он очень по интерфейсу похож на youtube и как бы то та площадка который по факту ее должна дублировать да то есть это там не конкретно под этой разрабатывалась и я подумал что в целом возможно если совсем уж будет плохо это может быть неплохой альтернативой но с чем я там столкнулась я когда начала лазить искать какие-то другие видео столкнулась над тем что там есть каналы куда залиты видео абсолютно всех людей с youtube а то есть это такая сборная солянка я так понимаю что выкачивают с youtube это какие-то боты потому что я полазила в интернете погуглила это вообще давно известная такая распространенная проблема и скорее всего это уже как бы мои догадки на основе того что я прочитала это то что youtube скорее всего может быть так наполняет свою площадку или что-то я не знаю с чем это связано но это если вы там откроете youtube и увидите каналы с такими сборными солянками где есть и уборка готовка ремонт строительство наше видео и все они залиты там по три месяца назад семь месяцев назад все они скачаны с youtube все они скачаны без уведомления авторов этих каналов об этом и то есть там и просмотров на них никаких нет то есть я так понимаю это делается чисто для того чтобы на площадке что что-то было смотрела видео как с этим люди сражаются то есть мужчина какой-то вот писал в техподдержку скидывал ссылки на свои видео рутуб это все дело проверял удалял но честно говоря я таким заниматься не хочу потому что я там очень много своих видео нашла и старых и не очень и как бы сидеть разбираться удалять зная что через какое-то время спокойно могут опять заново все это залить я не хочу и переходить на площадку в которой у которой себе такое позволяет тоже как-то желание нет поэтому в целом для меня был и есть остается телеграмму канал который он живой он в целом существует мне это нравится я там частенько появляюсь и поэтому в целом то я просто дублирую туда видео когда выкладываю что-то на ю тубе и информационная часть закончилась дальше о чем будет видео я здесь покажу покупки и покажу свою законченную раскраску свою первую законченную раскраску давайте в целом с нее и начнем она мало места занимает а мартин много занимает место поэтому в целом вместе они вот так вот неплохо могут поместиться давайте вот эту пандочку подвину играйся не сидим я начинала ее в том году и в целом достаточно быстро она у меня там подошла почти к завершению потом она мне надоело и я ее забросила я ее когда купила я сразу для себя приняла решение давайте буду ближе смотреть будем то что камеру как я сегодня высоко подняла и я когда ее купила я для себя приняла решение что я ее буду красить без тени мне очень нравится как девочки иногда просто вот в один слой закрашивают это смотрится красиво я постоянно все равно пытаюсь что-то куда-то добавить и меток на тот момент хотелось как-то чего-то простенького здесь ручки с блестками но я все равно какие-то минимальные тени добавляла хотя обещала себе этого не делать и добивала в целом здесь маркера особенно вот последние картинки там уже цветовая палитра подбиралась не исходя из того что мне хочется а просто то что у меня как бы оставалось в основном здесь какие-то блестяшки белая гелевая ручка и по моему мазари линда в основном здесь вот лисенок картинки очень милые на самом деле если не делать так как я то есть не раскрашивать там по пять-десять картинок за раз то я думаю не так быстро не надоедят что не вполне разнообразная вот где-то делала фон где-то нет это вот как раз одна из последних я тут уже просто добивала маркеры которая у меня еле дышит здесь были такие случаи когда я вот не подложила листочек точнее подложила но не по ту страничку я думаю известная проблема лисичка здесь уже и досточек то никаких нет здесь тоже так она то есть это не маркеры желтят а это именно я сама себе ловушки устроила вот ядерный фон как раз один из последних других маркеров уже не оставалось что чтобы фон залить лисичка мне здесь больше всех нравится такая она хорошенькая и по оттенкам нравится как получилась этот фон тоже у меня уже маркеры все заканчивались я пыталась сделать переход от светлого к темному ну тут все заканчивалось все полосила здесь видно прям как маркеры заканчивались тоже один из первых раскрашенных мною лисяк суперменами приму но очень нравится только прикольный а это самая первая лисичка была и здесь как раз я не смогла нормально цвет маркера подобрать на мне такая оранжевая получилась и вот эта картинка мне меньше всех здесь нравилось и поэтому я ее последний раскрашивала она мне так и не нравится как получилось здесь что-то намешано раскраска закончена первая раскраска закончена какие-то смутные чувства это вызывает потому что она такая простенькая но все равно очень приятно что хоть что-то я довела до завершения до логического и по идее у меня еще в этом не в этом месяце в ближайшее время закончится наверное мандалы и цветы по номерам с раскраской закончили теперь то с чего начинается мне кажется большинство видео сейчас у нас всех это ланго купила себе пенал черный брать не стала потому что под ручки я покупала бежевенький и черный и мне вот бежевый как-то больше по душе пришелся но в чем-то этот пенал мое разочарование потому что здесь эти палетки они уже не так сделаны как там то есть они не отдельные вот так вытаскиваются в целом тоже как бы удобно но не знаю но наверное для маркеров так и не получилось бы как для ручек они такие более габаритные сюда у меня не поместились все наборы то есть вот все наборы лежат вот так здесь в два ряда они у меня уложены не поместился с металликами у меня уже сюда наборчик и новый фиолетовый соответственно тоже уже не поместился поэтому какие-то двоякие чувства у меня вызывает этот пенал он классный он такой супер эстетичный тоже но что-то не то не знаю буду я здесь хранить эти маркеры или их переселю так ладно закрою чтобы не шуметь потом или я ланго переселю может быть какие-то более такие тонкие положу туда не знаю и естественно у меня появились новые маркеры от ланго мартин ты вернулся недолго ты без нас пробовал я не стала покупать другие цвета потому что ну как бы собирать заново палитру вообще желания никакого нет но когда я их попробовал я конечно задумалась возможно мне нужна другая палитра наконец-то фиолетовый здесь такая классная штучка вот этот шарик на кончике это какой-то лютый антистресс я вообще не могу от него оторваться но не суть внутри маркера у нас теперь есть шарик их нужно взбалтывать вот так он выглядит я вам сейчас покажу другие маркеры очень похожи на них эти маркеры намного плотнее оттенки конечно классные и вот нижний ряд я думаю вы заметите насколько не мартин прости пожалуйста насколько они плотнее старого набора это конечно очень круто кисточка приятная такая и они прям жиденькие такие они плотно покрывают сейчас покажу вот их когда наносишь они как будто бы прям немного текут потом застывают и становятся более матовыми и эти маркеры очень похожи на те которые я купила до них вот такие маркеры спойлер я потом купила еще себе большой набор сейчас вам все тоже покажу они очень похожи по внешнему виду как они открываются я забыла вот конфетки я тут один уже закончила случайно вот у них тоже есть шарик внутри тоже очень похожи кисть и некоторые вообще у меня прям потекли в колпачки я сидела влажной салфеткой убирала краску с колпачков они тоже очень плотненькие поэтому видно как хорошо даже клеточки перекрывают ну сядьте уже как-нибудь булочка моя и они очень похожи я уже на несколько раз сказала но кисти все равно отличаются у лангу она такая более коротенькая и плотненькая в общем крутые маркеры продавался бы большой набор возможно мой хомяк обезвредил бы жабу и возможно я бы взяла но с другой стороны у меня просто уже место заканчивается подо все эти наборы остановиться сложно теперь поговорим про вот этот наборчик мне он очень понравился я его покупала вам на зоне на вайлбрис на зоне по моему мне кажется про эти маркеры сейчас только ленивый не слышала так вот на них выкраска мне они понравились и я пошла на алиэкспресс и заказала еще себе цвета макарон пастельные оттенки цвета кожи и большой набор и как же давно я не сталкивалась с алиэкспресс пастельные оттенки пришли мне достаточно быстро причем они должны были прийти одновременно с оттенками кожи но оттенки кожи не пропустила таможня и они пошли путешествовать дальше причем я заказывала эти маркеры в пустомат рядом с домом мне сменили пункт назначения пункт выдачи ну то есть относительно недалеко в целом не критично я сходила забрала но как бы всяко бывает но скинтон которые цвета кожи у меня мало того что как бы доставку уже на месяц задерживается они там где-то катаются все по китаю так еще и тоже пункт выдачи изменился причем поставили отделение почты на другом конце района вообще никак не связано с моим адресом надеюсь я найду мне туда прям значительно прилично шлепать надо будет тоже не знаю чем они руководствовались потому что в целом индекс то у меня написано и почтовое отделение совсем-совсем не моем но как бы ладно алиэкспресс он и в африке алиэкспресс и не такое с ним проходили вот в общем пастельные оттенки они такие красивенькие все время хочется сверху их открыть такие вот они милашечки и у них другой корпус конфетки выкраску я вам показала мне тоже очень понравились они прям хорошенькие пока цвета кожи у меня еще где-то катаются у меня уже пришел большой набор и в целом там ну по крайней мере пастельные оттенки точно дублируются я думаю цвета тоже цвета кожи тоже будут дублироваться вот так выглядит это сокровище я их еще не выкрашу он мне приехал пару дней назад причем привез курьер у меня дома не было пришлось оставлять консьержа выглядит конечно же все масштабно и красиво не милейшие конфеточки здесь это все дело можно вот так вытащить и у вас получается как бы такая полочка не знаю как вам это показать или поднять в общем вот так в целом наверное должно бы быть функционально так не могу поднять он обратно заезжает вот в целом задумка неплохая у вас получается такой шкафчик с маркерами с маркерами что-то я заговариваюсь не знаю насколько удобно потому что как я еще сказала у меня вообще нет желаний выкрашивать я ненавижу выкраски для меня каждый раз это отдельный вид мучения в целом ладно побился у меня здесь немножечко уголочек возможно кстати из-за этого у меня так тяжело здесь все достается и убирается наверное все это должно быть очень проще и надеюсь понравится набор но по крайней мере маленькие наборчики и пастельные мне понравились понравились и возможно на выходных сниму какой-нибудь небольшой процессик раскрашивание ими и выложу может быть или шорты или тоже видео какое-нибудь сделаю в общем поделюсь но пока мне нравится что они и ланго и гуанг на такие матовые прикольные и плотненькие но хотя опять же нужно смотреть по светлым цветам но вроде как пастельный набор тоже не жидкий не полупрозрачный но на бумаге это же одно а в раскрасках когда начинаем совсем другое нужно там будет смотреть как они полосят как они наносятся насколько они хорошо себя появились на озоне и wildberries наборчики ручек пентель у меня в целом почти все оттенки дуахромов были я их купила про запас потому что наборами было выгоднее покупать у меня из не из наборов отличается только две ручки остальные все у меня уже были ну и соответственно смотрим по четыре штучки здесь четыре здесь четыре две мои одиночки и вот еще четыре это все будут наборчики я пентели ручки люблю я ими очень часто пользуюсь и те же мандалы и обводки какие-то делаю но они по-моему одни из самых классных они прям потрясающе блестят я думаю вы сами все это видите знаете вот я покупала на озоне один набор в районе по-моему рублей 700 стоит за четыре ручки выходило дешевле чем по одной покупать так далее у меня появился стиклс даже не помню на каком сайте я покупала потому что месяц назад это дело было боже у нас опять салюты это просто район праздник блин девочки в комментариях мне как-то подсказывали и и и я еще про запас купила себе вот такой это водопад но он как будто бы немного отличается от того что у меня есть у меня вот здесь вот он уже наполовину закончен этот какой-то более блестящий возможно здесь просто уже рассеялись блестки надеюсь он не будет отличаться потому что это один прям из моих самых любимых оттенков водопад и еще черный с блестками он прям вообще роскошный вот такой я его уберегу просто их очень тяжело где-то доставать плюс они еще таки не очень бюджетные поэтому я их все время уберегу а что их уберечь если они засохнут бери и пользуйся появился у меня набор маркеров вот такой он стоил всего 500 рублей за 40 штучек я надеюсь что он не будет желтить но я его недавно только забрала здесь есть блендер так вот они выглядят они абсолютно обычные я взяла их потому что я угробила в этих цветочных дизайнах от creative heaven все одинаковые цвета и поэтому я просто взяла уже хоть какой-то набор чтобы добивать ту раскраску они абсолютно обычные бюджетные маркеры они растекаются вот нижний ряд оттенков самые базовые оттенки в целом это то что мне от них нужно мне вообще ничего другого не нужно если их даже не на много хватит я их в той раскраске добью если нужно будет еще просто за 500 рублей такой же набор разрядился телефон не помню на чем я остановилась но в общем маркеры никакой художественной ценности для меня не несут если хватит до конца раскраски классно если не хватит ну как бы выкину куплю еще один такой же набор за эту цену вообще отлично главное чтобы они не желтили я поэтому их пока оставила посмотрим будут ли оставаться желтые пятна так и вторая покупка это брауберг ну слишком их уже разрекламировали слишком их классно расписали я тут как раз закупилась пикселями и мне ну прямо они жизненно необходимы стали вот я думаю про них уже все что можно сказать сказали единственное конкретно вот моей руке мне очень удобно этим маркером раскрашивать он как-то для меня толстоват что ли я не пойму что с ним не так но то ли вот эта штука здесь какая-то очень толстая я не всегда вижу что я раскрашиваю потому что как-то неудобно держаться это в целом единственный их минус и он абсолютно субъективный а так очень классно я ими уже раскрашивала да они реально вообще не растекаются они тоненькие они классные в целом по моему все оды в их сторону абсолютно заслужены я присоединяюсь к людям которым они понравились дальше пробежимся по раскрасочкам первое это мандалы я все в попытках найти замену себе той которую заканчиваю вот эта по-моему очень близка к ней я ее еще когда увидела только что она выходит по предзаказу ее оформляла читаю городе здесь классная крупная я вот как раз что-нибудь такое чтобы маркерами можно было раскрашивать мне вот это очень нравится здесь я прям яблочки вижу по-любому буду их раскрашивать как яблочки в общем мне она понравилась и обложка классная такая красная сочная яркая такое люблю далее у меня вот такие две раскраски появились это ну и серии про эльфов мне первая часть очень нравится поэтому взяла я вообще думала как-то может быть скрепить между собой пока не знаю я здесь раскрашиваю фон чернилами от малевич и маркерами девчушек самих закрашиваю мне вот это очень нравится классно у них плюс-минус моськи у всех одинаковые я обожаю такие картинки где у них такие затемненные носики но я вообще не понимаю как их раскрашивать и вторая это просто девушки ну как бы те же самые эльфийки только без ушек и теперь перейдем к самому вкусному это к посылке от Юли Манзура ссылку на ее магазинчик оставлю в описании ну и QR-код где-нибудь здесь прицеплю вдруг вам так удобнее во-первых у меня появились чибики это я у Насти на канале подсмотрела она так классно это раскрашивает она ее очень часто еще берет мне в целом-то оно не надо было я увидела раскрашенное вот этих вот она недавно акул раскрашивала ну прям блин ну классно и в общем я поняла что мне надо такие прям супер милашные картинки не знаю получится ли у меня так же красиво их раскрасить ну иллюстрации ну что за милота потрясающе у меня в последнее время прям тянет мне такие вот книжечки блин она еще такая красивая книжка сама у меня прям оформление ну в общем без слов я не знаю я была у меня не было шансов пройти мимо нее вот и последнее время меня как-то тянет на такое вот что-то детское сказочное мультяшное что такое фэнтези поэтому я говорю у меня не было шансов пройти мимо кстати ко мне приехала целая стопка пикселей как-то неприятно лампа светит причем это первая часть посылки вторая ко мне уже тоже в пути но там по моему пикселей нет вон Миражки точно есть а нет там есть Главитин несколько книг так что да там тоже это есть в общем я в целом пиксели давно люблю у меня была правда только одна книжечка это вот эти диснеевские по квадратикам я ее в этом году планирую закончить вообще я ее берегла потому что у меня замены не было и я там старалась понемножечку фломастер раскрашивать а тут целый бум на эти пиксели их такое количество ну блин выбрать вообще нереально я имела неосторожность зайти на Амазон и все я там утонула в общем я думаю у меня истерика случится пока я выберу в общем вот эту книжку я давно уже хотела смотрела на нее и в общем решилась что мне все-таки можно здесь есть ответы такие в цветном варианте и в черно-белом я думаю ее тоже уже все много раз видели она часто мелькает на YouTube по крайней мере у тех девчонок которые я смотрю она точно есть хотя я вроде и не так много смотрю но все равно вот оказалась в курсе всех этих событий здесь толстый контур достаточно такие большие клеточки вот и она прям отдыхалка здесь немного цветов я тут парочку картинок уже сделала одна вот такая вот супер детская покажу в целом не вижу в этом ничего страшного там ничего скрывать все равно потом все все это увидят еще раз и вот такую кошечку раскрашивается быстро вот здесь как раз я браубер браубергами раскрашивала а здесь а здесь а здесь а здесь артистиксами насколько я помню вроде как пробовала и там у меня еще со времен какой-то обычной картинки лежали пару ох оху я их здесь тоже пробовала артистиксы хорошо себя вели оху оху тоже такие приличные но мне оху ху сюда что-то жалко потом вот такая книжка появилась сборник я потому что ну мне вот эти все книжки они мне практически все нравятся и выбрать какую-то одну вообще без вариантов было а тут хорошо что есть сборник и можно все попробовать всего по чуть-чуть сам понять что тебе по душе здесь уже чуть-чуть поменьше клеточки а и палитра есть на 22 и на 24 они в целом ну не очень прям мелкие что вот как в арктуру с птичкой нет они чуть побольше я сейчас достану покажу единственное наверное тоже вот я здесь одну картиночку сделала тоже вот этими браубергами очень прям классно но возможно кому-то будет непонятно палитры здесь нет ну я не нашла по крайней мере какой-то цветной палитры здесь вы будете ориентироваться только на слова и вот ну если там red yellow вы еще поймете то возможно у вас вызовет проблемы вот эти сокращения ну типа там deep brown как восьмое то есть dark brown ну опять же как бы может вызовет а может и не вызовет у вас эту проблему вот это со спонжболом очень хочу раскрасить просто сейчас ее искала не нашла вот вот 114 так надо запомнить но это все еще лучше чем пиксельная от арктуру здесь точнее чем она лучше тем что она сплошняком идет арктуру все таки по одной штучке надо раскрашивать чтобы вот этот эффект получился мозаичный ой мамочки сейчас я как-нибудь устрою покажу вам это надеюсь видно они в принципе здесь то квадратики нормально раскрашиваются но просто из-за того что у них есть вот это белое разделение это конечно много времени есть а когда ты можешь сплошняком закрашивать получается гораздо быстрее но опять же не могу сказать что я прям совсем быстро эту картинку раскрасила нет пришлось какое-то время посидеть и самая моя вот прям любовная любовь это вот эта серия лампа упорно продолжает отсвечивать чибиков я еще не начинала вот такие картиночки вот сзади есть палитра на которую можно опираться и они прям ой здесь прям ой они прям крупные тут или подождите как будто бы вот в чибиках покрупнее клеточки может мне конечно мерещится я даже понимаю на это не обратилась сначала такие вот эти девчушки и вторая моя прям невероятная любовь это вот эта книга я ее когда увидела я в нее сразу влюбилась вот ее мне нужно было вообще без раздумий и желательно сразу здесь потрясающие ответы работа получается тоже ну классные вот это вот парнишка с книгой единственное я наверное ее буду раскрашивать с конца потому что если будет какой-то большой пласт черного здесь то есть большая вероятность того что вы просто не увидите что вам нужно раскрашивать то есть как бы здесь то цифр нет они для каждой картинки свои и как бы здесь вот можно рассмотреть ну либо буду фоткать там вот так же вместо того что я там слушаю буду склеивать просто себе палитру поверх не знаю вот это вообще потрясающая книга было бы классно вот от нестримозаикс если бы был вот такой же вот толстенький сборник я бы его вообще не раздумывая взяла потому что вот такую тематику я люблю например бабочки они по раскрашиванию они очень классные то есть мне нравится что это такая легкая отдыхалочка так ребят куда все съехали так потеснитесь она классная она маленькая но вот тематика она немножечко не моя мне скучновато такое раскрашивать то есть здесь цветы здесь животные абсолютно великолепные там песики котики я всех животных люблю мне вообще по барабану я их не отличаю они все прекрасны ну не в смысле что я не могу различить кошку с сапог а в смысле что у меня нет предпочтений там кто лучше я их всех одинаково люблю ну вот но что-то я отошла от темы я к тому что была бы такая же книга такого же формата с такими же большими квадратиками но вот на какую-нибудь такую вот мистическую тему ой тогда держите меня семеро мне кажется я бы вообще пропала но на этом у меня вроде бы все приедет скоро вторая часть тоже вам покажу там прям такие очень вкусные новиночки книжечки особенно одну я жду прям даже эмоций нет но на самом деле вот эти вот эту посылку от Юли я по-моему ни разу так сильно не ждала как вот эти книги особенно вот эту ну потому что блин мне прям очень хотелось и они как приехали я их практически сразу начала поэтому и для обзора полезно ну хотя не знаю насколько информативные такие обзоры где просто квадратики но все равно надеюсь вам что-то было полезно вот и если знаете какой-нибудь сборник именно вот этой серии мистери мозаикс где вот много таких картиночек вот чтобы он толстенький был обязательно тоже пишите мне он нужен мне он ужасно нужен прям жизненно необходим вот и на этом было все не забывайте про телеграм-канал если хотя бы досмотрели до этого момента то он вам явно не нужен потому что ютуб у вас все еще в порядке и работает и всем спасибо огромное за внимание всем пока пока